Союз нерушимый республик свободный Сплотила навеки великая Русь Нас здравствует созданный полей народом Единый могучий Советский Союз Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашлот И с вами я, Юрий Гемельфар В последнее время в России возникла мода на ностальгию по СССР Причем, с моей точки зрения, самое удивительное в этом то, что среди ностальгирующих имеются не только пожилые люди, которые, мы будем откровенны, они реально тоскуют по временам своей молодости, но и молодые Те, кто о тех временах знают лишь по картинкам и рассказам, не имеющих в большинстве случаев никакого отношения к реальности Однако всех их объединяет одно Словно мантру, как заведенные, они повторяют одно и то же Была колбаса по 2.20, бесплатное жилье, бесплатная медицина, бесплатное образование, не было безработицы и так далее и тому подобное Но если бы это была просто ностальгия и повторение мифов, то еще полбеды Нет, большинство адептов этой религии, святого СССР, они на полном серьезе хотят вернуться в те времена И более того, горячо приветствуют любой шаг Кремля, который приближает их к осуществлению этой сомнительной мечты И понимаете, дело даже не только в том, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, вопрос в другом А куда на самом деле хотят вернуться эти ностальгирующие Допустим, они каким-то образом смогут возродить Советский Союз Вот получат ли они то, что повторяют, как заведенные, декламируя лозунги полувековой давности Самое опасное в этих легендах лозунгах полуправда Действительно, если рассуждать чисто формально, то в Советском Союзе на самом деле была и колбаса по 2,20 И людям давали бесплатное жилье, и медицина с образованием были бесплатные И безработицы не было, и бомжей не существовало Но проблема в другом А что скрывалось за фасадом этих ништяков? Ну вот, чтобы вы меня правильно поняли, я приведу такой абстрактный пример Ну вот, допустим, вам некий американец скажет В Америке эмигрант становится миллионером Ну, правильно, формально это будет правда На самом деле история знает немало примеров, когда эмигранты, пребывая в Соединенные Штаты без гроша в кармане Через несколько лет становились миллионерами Но согласитесь и с другим, что любой нормальный человек на подобное утверждение задаст уточняющий вопрос А что каждый становится миллионером? Каждый эмигрант? Ну, разумеется, вам собеседник ответит, что далеко не каждый Чтобы наоборот были случаи, когда эмигранты становились в Америке бомжами и нищими Так вот, друзья мои Когда мы оцениваем плюсы и минусы СССР, следует понимать Вот со всеми этими советскими ништяками было приблизительно то же самое Потому что, рассматривая любой вопрос, важно знать не что, а как Иными словами, важно понимать механизм процесса То есть люди должны знать, как это было на самом деле Как это работало Что получалось, так сказать, на выходе Но это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы трезво и всесторонне взглянуть на вещи И сравнить нынешнее статусство с тем, что было во времена Советского Союза Во-вторых, люди должны видеть и оборотную сторону медали Ибо, поймите, друзья мои, за все в этой жизни приходится платить Ну так наша жизнь устроена Важно понимать, что ничего в жизни не бывает бесплатно Если людям что-то предлагают, не выписывая счет в рублях, в копейках То это вовсе не означает бесплатность Ну просто это означает, что с вас что-то потребует в замену и, возможно, просто в другой форме Так вот, друзья мои, сравнивая день нынешний и день минувший Важно отдавать себе отчет А вот лично вы готовы на такую плату И не слишком ли она для вас будет высока И, наконец, в третьем Оценивая события минувших дней, примеряя их на себя и сравнивая с нынешней жизнью Мы должны понимать не только, как это работало Не только соотношение цена-качество Но и то, почему это было именно так, а не иначе Знаете, Советский Союз рухнул спустя 10 дней после того, как мне исполнился 31 год И поэтому то, о чем я вам расскажу, это не конспект услышанного от кого-то Это не реферат монографии А личные переживания, личный опыт и личный объективный анализ Все эти прелести Совка я испытал на собственной шкуре и знаю не понаслышке Но дело, поймите, не в моих каких-то личных обидах или негативных воспоминаниях Вовсе нет Ну, кроме того, вы понимаете, что, например, ничего нельзя доказать, равно как ничего нельзя проверить Но мне вот, наверное, повезло в жизни У меня были хорошие учителя Так вот, они меня научили разбираться в сути проблемы Именно поэтому мне удалось систематизировать собственные наблюдения Сопоставить факты и сделать объективный вывод Вот тем, кто хочет вернуться в СССР, я напомню один анекдот еще со времен Советского Союза Суть в следующем Учительница в первом классе рассказывает детям В Советском Союзе у всех граждан бесплатное жилье, бесплатная медицина, бесплатное образование В отличие от характеристических стран нет безработицы, куча игрушек у детей, дружба народов, крепкая советская семья, у всех счастливая жизнь И вдруг учительница слышит, что на задней парте кто-то горько плачет Она подходит, это Волочка Спрашивает, Волочка, почему ты плачешь? Он сквозь слезы ей говорит, Марья Ивановна, я хочу в СССР Так вот, друзья мои, я расскажу вам правду о Советском Союзе О том позднем СССР, который принято считать венцом развития страны Это будет не хроника, не протокол, это будет просто анализ каждого лозунга И мы с вами последовательно разберем, что за ними скрывалось И расскажу, как это было на самом деле, чтобы те, кто хочет возврата к прошлому Они поняли, куда именно они хотят вернуться Кстати, с другой стороны, вот слушая мантры тех, кто жаждет возврата в СССР Мне приходится наблюдать любопытное явление Люди хотят получить вот советские ништяки Но при этом сохранить то, что имеют сегодня Иными словами, получить колбасу по 2,20, но при нынешних зарплатах Бесплатное жилье, но сразу и в полную собственность Так вот, друзья мои, так не бывает Я постараюсь не просто вам показать и доказать А объяснить, что это попросту невозможно Ну, наверняка кому-то мои репортажи и выводы не понравятся Ну, с одной стороны, я не 100-рублевка, чтобы всем нравиться А с другой стороны, поймите простую вещь Ностальгия по молодости – это одно А объективная оценка эпохи – это другое Я и сам не скрываю, что с теплотой вспоминаю собственную молодость Но это не отменяет оценки античеловеческой сущности коммунизма Гнилости советского строя Лживости и лицемерия всех базовых, так называемых, достижений советского строя Воплощенного в этих лозунгах И нежизнеспособности Советского Союза Как государства В свое время Бернард Шоу говорил, что единственный урок, который можно извлечь из истории Состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков Так вот, друзья мои, я хочу, чтобы мы опровергли великого ирландского драматурга Чтобы мы все извлекли из истории СССР полезные и важные уроки Ибо наш народ слишком дорого заплатил за этот социальный эксперимент При этом, ваш покорный слуга не будет голословным Каждое утверждение будет подтверждено ссылками, фактами и документами Которые вы в любой момент сможете проверить Потому что, я как всегда напоминаю Выводы делать только вам Итак, мы начинаем Пристегнись Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова